Привет, ребята-обята! Сегодня я буду не одна в этом видео, сегодня со мной будет играть Клипин. И на этот раз мы решили тебя не учить чему-то, знаете, образовательному, а немножечко тебя развлечь в эти карантинные будни. Вот вы все говорите, что я левша, как же мне, Дарья, играть? Да все очень просто. Играем, во-первых, как всегда. Но мы решили к вам прислушаться и попытаться сыграть те песни, которые мы уже делали, по вашему леворукому варианту. То есть сегодня мы все эти песни, которые будем разбирать, будем играть в зеркальном отражении. Что с этого получится, мы сами еще не знаем, поэтому садись поудобнее и будем пытаться играть все в зеркальном отражении. Погнали! Клипин, Даша, кирпич песни наоборот. Итак, первую песню, которую мы с вами сегодня будем учить, конечно же, всеми нами любимая песня, Жуки, Батарейка. Я надеюсь, вы смотрели этот разбор. Если нет, то обязательно посмотри. Обалденный, крутой, специально для тебя старалась и снимала. Но сегодня мы попытаемся это все сыграть в зеркальном отражении. Делать, как мы, говорю сразу, так не надо. Это чисто развлекательный, образовательный контент. Посмотреть, как два учителя пытаются что-то сделать. Песня, на самом деле, если мы играем в таком варианте, то она простая. Не знаю, сейчас как будет в левой. Начнем с аккордов. Четыре базовых аккорда у нас строятся тут. Сейчас мы это все попытаемся сыграть вот в таком вот раскладе. Итак, аккорд АМ. Витя, давай тоже стараемся, как бы чуть-чуть идем. Давай, ты сыграешь по кругу, и потом я сыграю по кругу. Да, давай. Аккорд АМ. Аккорд ФА. Аккорд Ж. И Е7. Так, Е7. Это вот так? Да, что-то более-менее получилось. Я тоже попробую, мне уже интересно, шо, как это будет звучать. АМ. О, я чувствую себя потрясающе, когда я так зажимаю просто. Е7. Что-то не так пошло, да? У меня получается Е7 вот таким вот образом. Сейчас, секунду, поставлю. Чтобы вы правильно сыграете, более-менее пальцы поставились нам нужны. Ладно, мне приходится вот в таком вот варианте это делать. У тебя так же? И у тебя все звучит четко? Ну, я не знаю, по крайней мере, как звучит, но звучит четко. Ахахахаха. Отлично. Это лучший критерий, когда вы так себя оцениваете. Вот, сейчас я слышу, что звучит четко. И теперь мы играем перебором сначала. Погоди, надо отрепетировать аккорды, куда? Ж. И Е7. Винтян, вперед, 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 вперед. Во, нормально. Что ты так этот мизинсто поставил? Я не знаю, это так странно. Какой перебор? Покажи, как это выглядит в твоем исполнении левой рукой. Да, по сути, в куплете у нас играет с вами перебор, который арпеджио. Тут будет намного проще. 4-3-2-1. Никакими вместе, как бы, струны единовременно мы не будем играть. Просто 4-3-2-1. О, у меня уже темп получается, ты это слышал? Итак, сейчас мы приготовимся и попробуем соединить аккорды с перебором. Короче, я пробую сыграть это перебором. Вот отдельно перебор вот так звучит. А теперь с аккордами. Так, не сдаваемся, позоримся. Давай попробуем сыграть это с пением, да? Хорошо, давай попробуем. Витя Ичкин куплет. Холодный усилил Это мой любимый аккорд. Сся стократно, Что нет путь Ти обратно. Давай я тоже сейчас попробую спеть эту любимую песню костра. На самом деле я люблю эту песню. Ты обожаешь эту песню? Вот скажи мне, Ложик. Я не люблю эту песню. Я никогда на костре пьяный это не пел. Это, знаешь, видео можно назвать разоблачение. Как бы вся правда шоу. Дарья Олеговна, ваши аплодисменты. Мне же аплодисменты. Кому я хлопаю тебе? Витя, молодец! Молодец! Холодный ветер с дождем Все говорили... Я путаю аккорд. Прикинь. Ри-то об одном Села Ба-та-ри-ка-ка Знаешь, я поняла прикол. В общем, я пока играла, я думала о том, что, чтобы это более-менее сыграть нам, нужно, во-первых, выучить аккорды. Ребята, поэтому если у вас не получается одновременно петь и играть, напоминаю, чтобы все правильно у вас звучало, надо сначала выучить аккорды, потом выучить рисунок там перебора или боя и только потом совмещать. Вот что и получается, если вы не выучили, вот так вот у вас и будет, как я сейчас играла. Мы переходим к припеву. В припеве у нас будет играться бой. Бой суперпростой. Четверка. Это будет вниз, вниз, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз. Пока репетируют, хочу вам напомнить, что, если вы до сих пор не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. Тем более, у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале. Это и может мне в этом помочь. Смотрим дальше. Вниз, вверх, вниз. Не играйте вот так вот. Это можно только мне, когда первый раз, а с другой рукой. Можно я буду петь под другой бой, который я придумаю, вот когда буду петь? Я что-то чувствую, что я под вот этот не совсем смогу. Нет. Подожди. Нужно закончить. Батарейка. Е7 покинул чат. Прикинь, более-менее что-то ритмично даже получилось, ты представляешь? Сейчас мы попытаемся сыграть эту песню полностью, то есть куплет и припев, который мы только что выучили. Естественно, каждый в своем темпе, на каком этапе мы выучили, а вы, дорогие наши зрители, пишите, у кого лучше получилось сыграть. ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР С ДОЖДЁМ УСИЛИЛСЯ СТОКРАТНО Вы не выдержите, если я спою еще вторую половину куплета, это будет очень долго. Давай ближай к припеву, да, мы тоже понимаем об этом. БАТАРЕЙКА Если вы позоритесь, то делайте это уверенно и гордо. Знаешь, на самом деле, когда я еще училась, мне говорили, не важно, что у тебя там играет в середине, главное, как начать и закончить. Вот ты молодец! ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР С ДОЖДЁМ УСИЛИЛСЯ СТОКРАТНО У меня села батарейка, ты прикинь? Клипин, Даша, кирпич песни наоборот. И вторую песню, которую мы сейчас будем с вами учиться в зеркальном отражении, конечно же, песня нашей любимой цветочной подружки Алена Швец. Из всего нашего многообразия, сколько я делала разборов на нее, я взяла самую сложную песню. И взяла я песню «Глаза с разводами бензина». Честно, открою тебе секрет, когда я ее снимала, я сама очень сильно тупила. Давай я для начала тебе ее спою, потому что ты не сильный фанат нашей цветочной подружки. Да, дело в том, что я очень стар, мне 30 лет, и Алена Швец, я не ее целевая аудитория. Я слышал песню, но очень плохо. Ты можешь скупить хоть весь цветочный магазин, но все равно я буду любить глаза с разводами бензина. И тут пошел хардкор. Ты думал, я продам тебе свою любовь? С капелькой крови, красивый до воли в глазах, Ты суешь мне чудо, как мертвое море. Итак, какие там аккорды? Начинаю с припева. В припеве три аккорда. Аккорд Б, М. Но прикол в том, что нам же нужно это все сыграть в зеркальном отражении. Я вот сейчас сижу и думаю, как это вообще будет выглядеть. Я пробую это сыграть. Оу май гаад, это будет плохо. Ну, красиво же. Ну да, круто. Нормально, да? Продолжаем позориться. Аккорд Д. Вообще, аккорд Д надо было зажать вот так, но я, наверное, зажму вот так вот. Кстати, да, расскажи, пожалуйста, вот как раз аккорд Д. Потому что я привыкла его зажимать три струны подряд. То есть не при помощи барре, да, кто-то зажимает? Прямо, прям как нужно, три сразу пальца в ряд. Так вот, как ты зажимаешь, почему вот именно так-то? Я смотрю, что ты зажимаешь как барре, правильно я понимаю? Я тоже его зажимаю вот так вот, но у меня просто пальцы не умещаются на нем полностью. Я могу его вот так зажать, но мне удобно зажимать одним пальцем. Приколюха с аккордом Д, если вы его зажимаете одним пальцем, то его можно быстро, короче, переставлять. И вы можете, если вы играете, например, ре диез, там, потом ми, вы просто... Ну, я не знаю, мне почему-то так удобнее. Чем мне нравится леворукая версия этой песни? Тем, что вот есть люди, которые любят зажимать аккорды вот так вот, да? Ну, много же, да, таких людей? Даша, ты видела таких людей? О, нет! Мне сейчас станет плохо, погоди! Это вообще так бомжи только делают! Ну, реально, ребята, чё это такое вот? Давай сейчас, по крайней мере, попробуем припев сыграть, потому что я чувствую, что у нас сейчас до куплета может и не дойти дело. Ты прикинь, что? Это самая, наверное, пока на данном момент песня, которая у меня, во-первых, быстро получилась и ритмично. Ты можешь купить хоть весь цветочный магазин, Я все равно буду любить глаза с разводами бензина. Ну, слушай, у тебя очень хорошо получилось. Молодец! Я тебя даже похлопаю! Нет, правда, нормально, прям... Спасибо, спасибо! Молодец, Сумичка! Ты можешь купить хоть весь цветочный магазин, Но все равно я буду любить глаза с разводами бензина. Дарья Олеговна, я преклоняюсь перед вами. Спасибо, спасибо! Я настоящая цветочная подружка. Алена Швец, если ты сейчас это смотришь, то мне кажется, пора уже записать фид. Клипин, душа, кирпич песни наоборот. Вот что хорошо, но сегодня звучит просто аккорд А. Все! И, между прочим, кто сидит и думает, что это легко, вы можете вместе с нами попробовать это сыграть. Но здесь значит, что нужно играть постоянно так. Просто попробуйте, и вы поймете, что у вас мозг начинает просто два полушария так в карт-режеме, и надо что-то сыграть. Мне кажется, все, что мы сегодня играли, это было восхитительно. Как ты думаешь, куплет сможешь спеть? Я могу спеть слова из припева в куплете. Нет, лучше не надо. Мы сейчас с тобой, знаешь, какой интерактив сделаем? Ты начинаешь играть припев, я продолжаю играть в куплет. О, да-да-да-да-да, это отлично просто. Ты можешь скупить хоть весь цветочный магазин. Я все равно буду любить глаза с разводами бензина. Ты думал, я продам тебе свою любовь с капелькой крови? Черт, ты в море мне хочется глубже зайти, точно знаю, утопят. Нискосо смотрят глаза и сверкают грядущим бензиновым горем. Ура! Это было божественно, да? Да, я поняла. Если ты не можешь сыграть, бери голосом. Или то же самое, не можешь спеть, бери своей игрой. Вот так вот и работает, все взаимосвязано, понимаете? Для всех тех из вас, кого просят родители, ну че, спой нам, ты же играешь. Просто, если вы не знаете, как сыграть, просто громко поете и че-то шурудите на укулеле. Никто не замечает никогда. Проверено много раз. Клипин, душа, кирпич песни наоборот. Ну, если ты хочешь посмотреть, где я пытаюсь выучить легендарную Чаку от Клипина, то переходи, конечно же, на его канал. Тем более мы там пытаемся учить не только эту Чаку, но вот эту... Вот эта вот любимая штука с перкуссией. Так еще будем петь зарубежную песню. Какое именно? Да, конечно же, все. В следующей серии у Клипина обязательно смотри. Вот. На меня по-прежнему зовут Даря. И со мной был чудесный Клипин. Скоро увидимся. Пока. Пока.